Календарная зима началась вот уже как полтора месяца. Но вот климатическая в этом году значительно запоздала. С середины декабря установилась плюсовая температура. Вместо снега шел дождь. В январе местами распустились подснежники. Но теперь на смену погодной аномалии, имеющей свои плюсы и минусы, приходит вполне январская зима с морозом и, как обещают синоптики, с метелями. О том, насколько готовы к этому коммунальные службы и как можно будет с пользой провести зимний день в городе, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Если зачастую зима для коммунальщиков приходит неожиданно, то в этом году погода сыграла с ними добрую шутку. Осадки в виде снега были, да и то незначительные только в декабре, а к новогодним праздникам снежный покров практически полностью растаял. В первых числах января и вовсе шел дождь. Но даже такая, казалось бы, благоприятная для работников сферы ЖКХ погода имеет специфические особенности. Особая сложность создает уборка льда. Я бы сказал, это в тех местах, где припаркованы автомобили. Там приходится все это делать вручную. Как и обрабатывать вручную эти места песко-соляной смесью, так и скалывать этот лед тоже вручную, грузить вручную из-под машин. С начала декабря с улиц города Видное было вывезено около 3000 тонн снега и льда. На обработку автомобильных и пешеходных дорог ушло почти 2,5 тонны песко-соли. Как обещают синоптики, зима еще заявит о себе снегопадами и морозами, но коммунальщикам к работе в экстремальных условиях не привыкать. В случае необходимости на борьбу со снегом выйдет 32 транспортные спецединицы парка Видновского ДРСУ, чтобы видновчане могли комфортно и безопасно передвигаться по городу, как сейчас. К сожалению, аномально теплая погода лишила возможности насладиться исконно зимними забавами и активным отдыхом. О прогулках в зимнем лесу, лыжах, санках и гре в снежки пришлось забыть. Я даже сегодня первый раз дубленку одела. Нет, зима была ужасная. И особенно в городе. Слякоть и серость сплошная. Сидели дома, ждали, пока будет мороз. Да, Миша? Да. Я очень-очень люблю снег, потому что я должна там вечером кататься. Видным центральным местом детского зимнего отдыха является территория около кинотеатра «Искра», где вот уже в течение шести лет устанавливают ледяные горки и композиции, своеобразную визитную карточку зимнего города. На данный момент от скульптуры стоимостью 400 тысяч рублей и посвященной Олимпийским играм осталось только основание. Вопрос о восстановлении пока остается открытым, зато местная администрация готовит жителям другой сезонный сюрприз. На данном месте, во-первых, построить, обустроить каток вокруг елки. Которые здесь находятся. Выполнить это буквально в ближайшую неделю, для того, чтобы жители бесплатно здесь могли отдыхать. Возможно, расположится у нас ярмарка по продаже спортивной символики Олимпийских игр. То есть мы обустроим такую мини-деревню. Здесь с тем, чтобы показать свое участие жителям города вот к этим историческим Олимпийским играм, которые проходят зимние впервые в России. Ледяные горки будут перенесены дальше к детской площадке, а в кинотеатре «Искра» планируется обустроить раздевалки для любителей активного отдыха. На эти цели пойдут в небюджетные средства. Кроме того, будут залиты катки на стадионе «Металлург», в детском городке и на хоккейных коробках во дворах. Ну что ж, надежда на то, что этой зимой мы все-таки сможем встать на лыжи, покататься на коньках и с горок поиграть в снежки у нас есть. Зима обязательно должна нас порадовать искрящимся снегом, ярким солнцем и морозом. На это у нее есть почти два месяца.